Добрый день еще раз всем! Меня зовут Екатерина, со мной еще пришел Олег. Мы хотим вам рассказать немного о нашем проекте, который мы делали в Британке. В паре слов расскажу о себе, чем я занимаюсь, откуда это все взялось. Я по образованию психолог, работала раньше с детьми, потом работала больше в образовательных технологиях для взрослых. Я вела тренинги, была бизнес-тренером, и сейчас у меня своя компания небольшая. Мы занимаемся тем, что создаем электронные курсы для корпоративных заказчиков, для Сбербанка, Билайна и подобных. И в Британку я пришла за тем, что на курсе дизайн-менеджмент мы изучаем то, как создавать новые продукты и услуги. В частности, для моего бизнеса мне это было очень нужно, и сейчас это актуально, и я этим продолжаю заниматься. И когда мы брали дипломные проекты, у нас был на выбор, ну, собственно, у нас был фокус один, который назывался «Противодействие преступности». Но в этом фокусе было их там несколько, подразделение, бытовая преступность, преступность в общественных местах и так далее. Вот мы взяли такую сферу с Олегом, у нас еще было несколько ребят, они сейчас просто не пришли. И хотим с вами поделиться сегодня двумя вещами. Первое, собственно, методологии, вообще вот всего, как этот проект проводится, потому что, поскольку у каждого из вас свои проекты, вам это будет тоже актуально, вы будете тоже создавать какие-то продукты и сервисы, и, собственно, я думаю, что это может чем-то быть вам интересным. И второй вопрос поделимся просто тем, что мы получили, тем, что мы узнали. Сначала в паре слов расскажу о методологии. Вообще, есть у кого-то какие-то предположения по поводу того, как создается продукт новый или сервис? С чего вообще начинается все? Супер, я пойду, я не буду ничего рассказывать, вы уже все знаете. Действительно, с исследованием мы это делаем для того, чтобы понять вообще, что за люди, что за проблема, собственно, с чем мы сталкиваемся. Потому что, когда частенько мы что-то придумываем, и даже я по своему бизнесу могу сказать, что сидим там с партнером, думаем, блин, классный проект, там что-то придумали. Начинаем говорить с клиентом, и там могут быть совершенно неожиданные вещи. То есть клиент даже может хотеть этот продукт, но у него может быть, например, техническое ограничение, или там какое-то физическое, но в плане людей и так далее. Поэтому этот момент важен. Почему здесь стоит исследование? Потому что фактически весь проект – это были сплошные исследования. Вот, собственно, ну какие мы перед собой ставили вопросы, какие основные причины совершаемых преступлений, какие сценарии преступлений встречаются в бытовых условиях. Зачем нам вообще нужны сценарии? Вот смотрите, если вы создаете какой-то продукт для, ну, допустим, противодействия насилию женщинами, то есть есть сценарий какого-то случая, который происходит с женщиной. И чтобы нам понять, в какую точку вообще окунуться, от чего исходить и от чего, собственно, вот эти проблемы раскручивать, вот гэпы, вот все вот эти вот, ну, наши недопонимания, да, нам надо видеть полностью, вот как люди проходят этот сценарий и понимать, вот на каких точках вот происходит, ну, какое-то там неправильное взаимодействие, да, где это можно пресечь, там, въехать, вот и все такое. Вот. С какими трудностями сталкиваются жертвы бытовой преступности, каким образом жертвы могут противостоять домашнему насилию. Я сразу скажу, что у нас был фокус продуктовый, то есть у нас весь курс делал продуктовые решения. Я потом, если у меня останется пара минут, я покажу вам сайт, на котором эти решения выложены. Если вам интересно, вы можете особо одно время, ну, ознакомиться в интернете с ними, просто чтобы время ваше сейчас не тратить. Вот. Собственно, что мы делали? Мы проводили глубинное интервью. Ну, я вам скажу сразу, что это дело непростое, да, найти было людей, у которых действительно была такая проблема, которые готовы посидеть час и рассказать об этом, ну, честно поделиться, то есть как бы, ну, это достаточно сложно. Провести анализ вторичной информации. Вторичная информация – это то, что есть в сети, ну, в каких-то там фондах, да, то есть с людьми, с которыми вы общаетесь еще по поводу вашего запроса, вашей постановки, вопрос, как вы это вообще видите. Вот. Соответственно, выявить основной сценарий бытового преступления – это обязательно, чтобы понять, где что происходит, где возникает проблема и откуда вообще все берется. Ну, и, собственно, выявить проблему в этом сценарии и ГЭП. ГЭП – это такой термин, который применяется, в принципе, в дизайне мышления. Что он значит? Это значит определенный разрыв между, там, каким-то ожидаемым поведением над, допустим, реальным происходящим. Или, ну, в общем, это какой-то разрыв, который вы ищете уже после того, как вы провели исследование, поговорили с человеком, и вы видите, что что-то, допустим, происходит не так. Например, мы нашли такой разрыв, да, что частенько жертвы бытового насилия, они возвращаются к своему мужу, допустим, да, или, ну, партнеру, или молодому человеку, хотя, в принципе, это делать не следует. И вот здесь происходит вот этот разрыв, да, что ничего не меняется, а люди, ну, девушки, как бы возвращаются в эти отношения и думают, что сейчас что-то изменится. И они этим провоцируют дальнейшую вот эту вот проблему, в том числе они накручивают вот это вот для всего общества, ну, потому что тут происходит такая ситуация. Если мужчина уже понимает, да, что он что-то сделал, а женщина к нему вернулась, то, соответственно, ну, происходит даже усиление вот этой вот сложной ситуации, которая, ну, происходила в семье. Там даже бывает что-то похуже. Вот, ну, что-то хотел добавить. А ваш продукт, он этот разрыв должен закрыть. То есть разрыв не случайный термин, очень важный. Вы определяете разрыв и закрываете его вашим решением. Согласна, да, совершенно так и есть, ну, как бы мы до этого дойдем. Вот, ну, мы смотрели просто как законодательство, собственно, против домашнего насилия. Ой, где оно существует, где его не существует. Вот это белые закрашенные области, это те страны, в которых законодательно, есть законодательная база, противодействующая бытовому насилию. Ну, в частности, например, в Америке там много достаточно законов, запрещающих там вплоть до определенного метража подходить к женщине после какого-то, ну, случая там избиения или даже как бы эмоционального насилия. Вот, я сейчас точности вам не скажу, но как бы сколько там метров и в случае чего, но это можно посмотреть. Вот, вот как видно, Африка у нас, да, собственно, ну, вот эта вот область. Ну, и вот Россия — это те области, где законодательно очень трудно доказать, что кто-то что-то кому-то сделал. Потому что в УК РФ как бы преступления классифицируются вот в таком виде, да, то есть от самого сложного убийства до 117-116 побоев истязаний, на которые чаще всего, собственно, и жалуются, да, но составляются вот эти документы в полиции. Но это достаточно сложный вопрос. Они начинают там их как бы, ну, вот этими манипулировать, этими статьями, потому что никому не выгодно вот это вот, да, то есть что в полиции как бы, ну, висит вот эта вот куча дел. Я сама ходила, мы тоже общались не только с жертвами, а также с полицией, и вот мне там человек как бы говорит, что я сижу целый день заполняю бумажки, как секретарша, это мне говорит полицейский, который должен ходить по, грубо говоря, домам, да, ну, и смотреть, что там где происходит, кого там где бьют. Вот. Ну, собственно, мы просто как... Это фокус наш был, то есть есть все преступления, есть против жизни и здоровья, это паука, и бытовые. И наш фокус, это вот на пересечении этих трех областей был. Собственно, какие исследования мы нашли? Исследования были такие, что муж угрожал физической расправой или применял ее шести из десяти женщин. Это статистика по России. Я прошу обратить внимание, это не Москва, потому что в регионах немножко другая статистика, и здесь она усредненная по, как бы, территории России. В Москве может где-то выглядеть все получше, где-то похуже, но тоже от района зависит. Вот. Хотя бы один раз муж применил физическую силу в семье для пяти из десяти женщин. То есть половина, понимаете, 50% получается женщин в России когда-либо испытывали проблемы со своим, ну, как это сказать, партнером, мужем. То есть тут, видимо, имеется в виду также и безофициального статуса мужчины, в смысле просто сожительствующий. Вот. Ну, собственно, здесь такое тоже было, вот, по данным Международной амнистии, есть такой фонд, всемирная организация. В России каждый час от рук мужа, бывшего мужа или партнера умирает одна женщина. Ну, вот я не берусь сказать, как они это считали, вот, это сложный вопрос, да, но, как бы, такая статистика вот у них присутствует. Вот. Ну, полупреступник, это тоже нам нужно было для нашего исследования, поскольку у вас фокус женщины, а у нас был разный фокус, как бы, да, то есть не было такой вот заточки именно под женщин. Но, собственно, вот, да, как бы, это подтверждает то, что ваш сегодняшний семинар актуальнее. Вот это процент женщин, страдающих от насилия, это процент мужчин. Как ни странно, такие тоже есть. 85-15, если не видно кому-то. 85 женщин и 15 мужчин. Но я вам скажу так, что в нашем исследовании ни одного мужчины не участвовало. Ну, это, видимо, связано и с количеством, соответственно, с процентажем, да, определенным, и с культурным каким-то особенностям, ну, то есть мужчина и жаловаться у нас не любит. Так, сейчас, ну, короче, тут есть вот такие моменты. Вот сверху эта фраза, вот, людей из полиции, которые, как бы, занимаются вот этими вещами, ну, что они обычно говорят, да. Вот начнут бегать с топором, тогда звоните. Вот в чем проблема-то, да, то есть, как бы, когда начнут бегать с топором, тогда уж поздновато звонить. Ну, вот такая у нас позиция. Вот, ну, то есть, что вы можете сделать сейчас, что может женщина сейчас, если что-то случилось, да. Обратиться в медучреждение, в полицию, в суд по месту жительства, найти бесплатного юриста, есть центр телефона доверия. Проблема в том, как мы выяснили в своем исследовании, что женщины ни о чем об этом не знают. Это раз. И два, они просто боятся этого дела, потому что они находятся в шоке. Они находятся в эмоциональном и психологическом шоке после пережитого. К сожалению, вот они не могут никаким образом вот это все сделать. Вау, это что такое? Я не знаю, что здесь произошло. Это какой-то пэкман. Вот, на самом деле, ну, тут как бы такая более частная статистика, вот, что там, это из нашего интервью уже, то есть из наших интервью, сколько мы женщин опросили. Четыре женщины бил мужчина, ну, то есть мужчина, который живет с женщиной. Одну женщину бил старший брат, двух женщин бил отец, и он же бил жену, соответственно, мать, ребенка. Две женщины из наших интервью увидели в детстве, как дедушка бьет бабушку. Вот, и также мы опрашивали экспертов, психолога, участкового, ну, вот, собственно, про которые я говорила, полиция, травматолога районной поликлиники, консьержа подъезда. То есть мы опрашивали всех людей, которые имеют какое-то значение и могут какой-то, ну, дать свидетель, какие-то, ну, грубо говоря, показания такие неофициальные. Вот, теперь, смотрите, я, наверное, вот здесь, как бы, не буду сейчас рассказывать об исследованиях, я вкратце расскажу, что это такое, потому что Олег продолжит именно вот уже конкретно о наших исследованиях. Вот, мы делали такие карты пользователей, это называется Customer Johnny, путь пользователя, что вот это тот сценарий, о котором я говорила. Вот помните, вначале я говорю, что нужно составлять сценарий при исследовании. Вот почему я так много говорила об исследованиях, потому что это важно, на самом деле, по причине того, что мы-то можем думать о что угодно, да, что поможет там, я не знаю, убеждение мужа, там что-то еще, но по факту могут происходить совершенно другие вещи, и нам это вообще, ну, как бы, неизвестно. Вот, соответственно, мы по каждому человеку, по каждому интервьюируемому составляли вот такие вот карты. Я не знаю, насколько это сейчас для вас будет актуально, да, насколько вы сейчас сможете в рамках двухдневного хакатона провести интервью или что-то, как бы, ну, добыть какую-то информацию вот такого глубинного характера, но, возможно, это дальше вам поможет. Вот, собственно, вот эти красные точки, это вот как раз эти самые гэпы, то есть, ну, тут была история рассказана, что она, девочка очень сильно бил брат, и вот она сидит, ну, собственно, тут негативное состояние, тут позитивно, вот она сидит, все нормально, вот он приходит внезапно, начинает ее избивать, у нее не получается убежать, она говорит родителям, что когда она дома, ее брат бьет, родители на это не реагируют, это вот, собственно, второй гэп очень сильный, да, и она начинает убегать из дома. Вот, и, то есть, вот тут вот можно было работать с этими двумя точками, да, что происходит, во-первых, это внезапно, и когда никого нет дома, то есть, вот отсюда, да, надо что-то было раскручивать, и вот здесь вот тоже работа строительства, то есть, они не верят ребенку, они думают, что дети просто дерутся, что дети играют, вот, а он действительно очень жестоко ее бил, это, ну, там нехорошая такая история, конечно, была, вот. Соответственно, к чему мы пришли? В этой презентации этого нет, опять же, это можно посмотреть на сайте дизайна Гейнст Крайм, я потом его оставлю, если будет, пару минут покажу. У нас изначально, как я уже говорила, была задача продуктовая, вот, с продуктом нам было сложнее, потому что конкретно вот наш фокус, да, бытовое насилие, он достаточно сложно решается продуктами, потому что один из корней вот этих всех проблем – это алкоголь. Это просто здесь частный случай, когда ребенок бьет, да, в основном бьют мужчины, ну, своих жен, девушек, там, ну, женщин, вот, и это очень часто, да, до 70%, как утверждает статистика, происходит под воздействием алкоголе, но это очень сложная тема для проработки, потому что, представляете себе, как бы, если работать с алкогольными компаниями, да, соответственно, мы получается, ну, влияем на их прибыль, ну, каким-то образом, да, то есть это сложный процесс, очень технический, придумывать какие-то решения, связанные там с уменьшением, ну, у нас было такое решение, мы его не стали развивать, вот, ну, мы в итоге просто сделали технический прототип ножа, который при ударе, как это называется, Олег, при, у, 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 как этот удар называется, скажи мне, да, при колющем вот ударе, ну, то есть это, да, то есть это, грубо говоря, если вы вот так вот бьете, ну, не вы, понятное дело, вот, если кто-то бьет вот так, то там лезвие уходит внутрь, то есть невозможно нанести очень сильно, да, я скажу сразу, что могут быть вопросы по поводу того инновационного решения, нет, это не инновационное решение, потому что оно используется, в принципе, и в театральной, и в бутафорской какой-то, вот, да, в каскадерской теме, вот, мы просто подумали, что можно его по-другому подать, да, что как, вот, как заставить, как бы, грубо говоря, в семью купить этот нож, ну, вот вопрос, да, то есть, как бы, грубо говоря, прийти мужу, сказать, ты собираешься убить жену, купи-ка ты этот нож, и тогда ты ее не убьешь, да, ну, как бы, это фигня какая-то, вот, поэтому мы думали, что это может продаваться, во-первых, или подставляться от каких-то благодворительных организаций под эгидой того, что это обезопасит, например, ваших детей. Потому что дети очень часто играют, и они не понимают, они могут играть с животными очень, ну, как бы со своим каким-то видением, да, или они могут играть с теми же острыми предметами. То есть, возможно, это можно было подать под вот этим соусом, что это действительно безопасная тема для детей, да. Ну, то есть это все очень, как бы, обсуждаем. Тут нет универсальных решений, то есть я ничего не могу посоветовать вам, потому что у вас свои фокусы, вот мы пришли к такому. Но все-таки основное наше решение было, что здесь нужен не предмет, а в первую очередь предотвращение. Именно вот слово предотвращение здесь ключевое. И это, конечно, серьезный вопрос. То есть, вообще, а почему люди друг другу там бьют и так далее, проявляет насилие, да. То есть это, собственно, ну и от неуважения к собственному я, неуважения к я другому человеку. То есть это неосознание каких-то собственных потребностей, да, как это, ну, собственно, проецировать на внешний мир. Вот. И, ну, и в такой форме вот это вот проявляется. Поэтому, в принципе, тут, конечно, работа со школьниками, вплоть до проведения мероприятий, какие-то работы с мужчиной, работы с женщиной. Но у нас такой задачи не стояло. Вот. У нас задача была какой-то произвести конкретный продукт. Мне сказать, или ты уже скажешь про сайт сам, про вот эти все, которые вещи придумали? Нет, это имеется в виду, что, смотрите, сейчас в пылу, как бы, в жаре, так скажем, этих вот всех ситуаций, да, есть статистика, что используют, сейчас скажу, что я сейчас, вот если не соврать, нож, табуретку, сковородку и еще что-то, четвертое, что-то я не помню, да. Нож часто использует. Ну, это когда уже прям сильные, в смысле, какие-то ситуации такие, такие очень уж прям конфликтные. Вот. И, собственно, ну, человек хватает, то, что они в кухне, вот, как обычно, происходит, какая-то вечерняя, там, да, ну, перепалка. Ну, собственно, человек схватил, и вот там в жаре еще и на алкоголе, как бы, да, вот это сделал. Ну, собственно, а у нас, как бы, моделирование ситуации было такое, что он схватил, ну, там, что-то не получилось, и уже от ситуации вот этого вот шока, да, от того, что там что-то не то произошло, что он ожидал, ну, то есть начинается какая-то у него там другая переоценка, ну, в общем, вот. Ну, я же говорю, тут, на самом деле, я не считаю этот продукт идеальным решением и даже решением, которое действительно решает эту проблему. Я рассказываю о нашем опыте. Вот в этом плане, в продуктовом, он не был успешным на 100%, вот что я хочу сказать, да, и это нормально, потому что проектирование нового продукта – это всегда ошибки, это всегда тестирование, и вот, как правильно сказали, да, что мы начинаем с пользователя, но мы пользователями и заканчиваем, грубо говоря, да, и мы все равно и продолжаем вместе с пользователем. То есть мы придумали какую-то вещь, мы идем, тестируем, как это работает вообще, это работает на людей или нет, или это нам кажется, что оно должно работать. Вот, поэтому вот второе решение, о котором сейчас Олег расскажет, оно более актуальное, и оно действительно нужно. Мы его физически еще сами не делали, но у нас есть концепт, потому что, разговаривая с людьми, мы поняли, что вот именно этого им не хватает, именно это действительно нужно, это может им помочь. Вот, поэтому я передаю микрофон. Добрый день. Я сейчас буквально минуту еще раз остановлюсь на исследованиях, которые мы проводили, потому что еще раз ваше внимание привлеку вот к этим вот разрывам. Вот еще один пример. Девушка Юля, 22 года. Мы эти карты рисовали, но их можно в уме быстро вам там за пару минут составить. Здесь красными точками красно рисованы вот эти проблемы, и все продукты, которые вы будете придумывать, или решения, которые вы будете придумывать, повторюсь, они призваны эти проблемы снять. И вот у Юли был конфликт, муж пьяный, он ее побил, и смотрите, дальше они помирились, потом повторилось, он ее опять побил, и дальше он опять попросил извинения, и дальше он ее опять побил, потом они развелись. Смотрите, у нас три было эпизода, когда было произведено насилие, хотя казалось бы, достаточно было одного раза. Вот похожая история, у девочки папа напивался и бил маму, ну и ее тоже. И вот тоже все нормально, потом пьяный отец заходит в комнату, он начинает бить маму, девочка за нее заступается, он бьет ее. И все, самое главное, что они потом убегают на улицу, спасаются, помощь не приходит. И дальше отец раскаивается, просит прощения, говорит, что он их любит, и здесь все повторяется опять. То есть у нас все истории, они круговые были, и вот это важно. Тоже понять для того, чтобы понять, где разрыв, в чем проблема. Когда вы поймете, в чем проблема, вы сможете для этой проблемы сделать решение. И теперь я перехожу к тому, что мы проводили исследования для чего? Для того, чтобы предложить решения какие-то. Так вот, я сейчас включу другую презентацию. Как мы можем в результате тех знаний, которые мы приобрели, помочь женщинам, которые испытывают насилие в семье? У нас было несколько вариантов, и у нас было, как уже Катя говорил, у нас было ограничение учебное. У нас должен был быть продукт. Но мы поняли, когда мы проводили исследование, что на самом деле наша работа была бы эффективнее. И если бы нам нужно было один вариант предложить, и мы были бы свободны от ограничения, мы бы предложили не продукт. Как мы можем помочь? Вот Юля, которая вам показывала ее историю, которая после побоев мужа вырится с ним и опять потом получает эти побои. Как мы можем помочь маме Инге справиться с тем, чтобы расстаться с пьяницей мужем? Потому что это замкнутый круг, они живут в этом круге, который чередуется с примирениями и побоями. И та история, про которую мы говорили, рассказывала Катя тоже. Как мы можем помочь Татьяне, которая регулярно избивает брата? Она каждый раз пытается обратиться за помощью, и это оканчивается ничем. И история начинается сначала. Есть такое понятие, как цикл насилия. Это, если не случай всегда, но это случай канонический. И большинство историй, жизнь большинства людей, которые испытывают насилие, к сожалению, можно ко многим применить эту закономерность. Там есть фазы, и это замкнутый круг. Сначала создается напряжение, то есть из ничего возникает какой-то спор буквально по пустяку. Скандал. Дальше происходит эпизод насилия. Это то, что там человека бьют. Муж избивает жену. А дальше называется медовый месяц. Это полное раскаяние, чистосердечное, причем часто бывает. Это извинения, обещания о том, что это больше никогда не повторится. И некоторое время очень хорошие отношения в семье. Проблема в том, что это всегда означает в этих отношениях возврат к фазе один. Так вот мы, исследуя вот эти вот карты разрывов, поняли, что наши жертвы, они живут в этом круге, они не могут из него выйти. И поэтому мы полагали, что наше решение должно быть такое, которое помогло бы им поменять их жизнь. Мы спрашивали их в интервью и анализировали, почему они не обращаются за помощью. Ну, такие есть варианты. Они просто не знают, что делать. Вот когда они в такой ситуации оказались, они не знают, что делать. Они не доверяют, что кто-то извне может в их ситуации им помочь. И продолжают оставаться в этой ситуации. Эта ситуация я круг называю. Но они боятся, что будет еще хуже, если они обратятся куда-то за помощью. Они не верят в себя. Они не верят, что у них хватит сил что-то вообще предпринять, чтобы изменить что-либо вообще в своей жизни. И они не видят вокруг себя примеров, как это сделать. Поэтому мы поставили перед собой такой виртуальный вопрос. Как этим людям дать решение, которое помогло бы им найти силы и ресурсы, выбросы из их круга насилия? Основная вещь, что есть другая жизнь. Без побоев, без слез и без стресса каждодневного. Она базируется, по нашему мнению, на следующих вещах. Это увидеть примеры других. Это иметь пошаговые инструкции. Вот что делать. Тут важно не просто знать, что делать, а иметь пошаговые инструкции. Например, в Штатах это называется moving day. То есть там эта штука отработана. И там это называется прям тадичка. Называется moving day. Степ номер один, степ номер два, степ номер три. И ты попадаешь в такую ситуацию. Ты просто знаешь, что нужно сделать на раз, два, три. И исходя из пошаговых инструкций, у тебя есть конкретные контакты, которые реально помогают. Каким должен быть спасатель? Спасатель должен быть всегда под рукой. Он должен оперативно иметь свойство оперативно обновляться. И наше решение, которое мы пришли, что это интернет-ресурс. Я хочу тут сказать, что это не то решение, которое мы рекомендуем вам. У вас должны быть свои решения. Мы сейчас просто показываем, как мы проводили исследование, что мы думали, что мы узнали. И что у нас из этого получилось. То есть есть исследование, есть какой-то процесс творческий, есть результат. Вот наш результат получился таковым. И думая о том, какой этот ресурс должен быть, мы составили такие составные части его стратегии. Основываясь на той пирамидке, которой я говорил, что этим людям важно получить из единого центра, которым будет являться ресурс. Это материалы от экспертов. То есть экспертов – это люди, которым читающие доверяют пошаговой инструкции, что делать, контакты, куда обращаться по этим инструкциям. Вот это очень важно, мы считаем. Счастливая история – это то, что люди понимают, что есть истории реальных людей, которые вышли из этой ситуации и живут лучше. И мы полагали, что четвертая составная часть – это возможность общения между всеми участниками этого ресурса. Мы думали, что нам для нашего решения, и я рекомендую вам тоже, когда у вас будет решение, тоже сделать такой макет, для того, чтобы он перешел из теоретической стадии в практическую. Нам хотелось бы, чтобы нам для реализации этого дигитал-решения нужны следующие специалисты. Это на протяжении всего этапа – это менеджер проекта, который продюсер, который будет двигать это. Это редактор проекта, который будет собирать информацию. На этапе разработки – дизайнер-программист. На этапе поддержки – это человек, который будет ухаживать за сайтом, и человек, который будет сообщать о том, что такой ресурс есть. Мы можем это сделать, это не так сложно, как вы видите. Но у нас было вот такое предложение, мы можем это сделать. Соответственно, возможно, будут у вас другие тоже решения, в чем желаю вам успеха. Спасибо. 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 И лично мое мнение, что это сложный вопрос. Нельзя однозначно говорить, с какой целью нужно это использовать, с какой нет. В данном случае презентация была подготовлена для внутреннего использования, грубо говоря, в Британке и так далее. Я не думаю, что лучший способ воздействия на людей – это какие-то яркие фотографии, по той причине, что, в принципе, смысл воздействия, направленных на противодействие насилию, он не сильно-то в визуальном ряде. Ну, как вы сами сказали, да, то есть, на самом деле, основная работа, она не с визуальным рядом должна быть, потому что вот эти все, ну, как бы, рекламные вещи, ну, они есть, они присутствуют, но это, как бы, вторичный момент, да. То есть, если не будет работы с самими людьми, если не будет работы где-то проведено еще заранее, еще когда дети маленькие, еще когда, ну, человек подрастает, и уже с семьей, уже с последствиями, то есть, ну, на разных этапах, да, то, ну, как бы, изображение – это просто вторичный формат, и как бы он не решит проблему. В большей или меньшей степени на кого-то он повлияет, да, но решит ли он проблему – нет. И второй момент, чисто с психологической точки зрения, все люди разные, вот, серьезно. Вот, кто-то, когда увидел эту презентацию, которую, там, мы делали красную, сказал, боже, какой кошмар, ну, я бы более-менее нормально к этому отношусь, то есть, у меня, ну, другой эмоциональный отклик, может быть, по какой-то причине, да. Вот, все, то есть, тут нельзя говорить за весь рынок, ты еще что-то? Ну, а я хочу сказать, что я вас поддерживаю, то есть, я бы не хотел зайти на тот сайт, который мы сделали, и увидеть бы такие картинки, я хотел бы увидеть счастливые лица, никаких слез тех людей, которые, наоборот, вышли оттуда и живут сейчас хорошо. Ну, а эта презентация делалась для нашей группы и для экспертов британки, мы хотели им показать, что это серьезно, и что, ну, это так, на самом деле, плохо. Еще вопросы есть? Спасибо большое.